Здравствуйте! 8-го числа, 8-го ноября состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, мы, как сотрудники компании Double Case, решили поделиться своим взглядом, касающимся эффекта данных выборов на мировую экономику и на некоторые экономики в частности. Стоит отметить, что сама предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки была достаточно бурной. Следует отметить уникальность самих кандидатов. Дональд Трамп представлял собой представителя бизнеса, а также телезвезду. Хилари Клинтон потенциально избиралась как первая представительница прекрасного пола на столь высоком посту в Соединенных Штатах Америки. Также следует отметить, что сама кампания была достаточно необычна. То есть, в первую очередь, еще за неделю до результатов было известно о 12-процентном разрыве между кандидатами, что является достаточно беспрецедентными случаями в истории Соединенных Штатов Америки. Это стоит учитывать ввиду того, что обе партии очень сильно поддерживают обеих кандидатов, и такой разрыв поддержки имеет определенные эффекты, безусловно, как и на опросы, также влияет и на ожидания участников финансовых и прочих рынков. Следует отметить, что еще до результатов окончательных Хилари Клинтон виделось большинством инвесторов, как человек, который, придя к власти Соединенных Штатов Америки, сохранит некий статус-кво. То есть, для крупных инвесторов избрание Хилари Клинтон представлялось как поддержка прежнего курса. То есть, было стабильно. Любое изменение в, скажем так, в Белом доме представляет определенный риск. Это изменение, то есть, будут изменены, пересмотрены некоторые векторы развития самих Соединенных Штатов Америки, а являясь первой экономикой мира, так или иначе, это повлияет и на другие экономики. Данный разрыв 12% был быстро сокращен до 3% в результате обнародования новых данных по частной переписке Хилари Клинтон. Тем не менее, это добавило лишь больше, скажем так, страсти в предвыборную гонку. Но еще за день, меньше, чем за день до оглашения самих результатов, перебес был все-таки в сторону кандидата Демократической партии. Следует отметить, что финансовые рынки также готовились к избранию по большей вероятности Хилари Клинтон, что, в свою очередь, воспринималось рынком доллара, рынком капитала и прочих инструментов более спокойно. То есть, ожидалось плавное укрепление доллара США. При том, что результаты были неожиданными, то есть, по результатам первых экзит-полов, лидерство Трампа было достаточно существенным, рынки отреагировали очень активно, из-за того, как на финансовых рынках, из-за редкости данного события, на финансовых рынках данная ситуация называется черным лебедем. Сам черный лебедь является редким событием в природе, так и в финансовой рынке называют редкое, достаточно редкое, но очень влиятельное событие на рынках, которое приводит к достаточно активному изменению курса национальных валют, и в данном случае, в частности, американского доллара. Влияние, в первую очередь, рынков валютных было следующим. На паре европейской валюты по отношению к доллару США за первые часы после публикации наметился рост в более чем 300 пунктов, что является увеличением котировок евро более чем на 2,8%. Следует отметить, что на большинстве рынков, как капитала, так и валютных, в целом после наметился возврат к текущим ценам и даже дальнейшее укрепление. Это было больше объяснено первыми риториками Дональда Трампа, который, в принципе, является протекционистом, поддерживающим изоляционную политику, тем самым большая часть участников ожидали более агрессивного поведения Трампа, особенности по отношению к кандидату. Тем не менее, первые реплики показали то, что будущий кандидат стабильен, уверен в себе, что вернуло уверенность инвесторов, а также вернуло и, в принципе, сам курс доллара. Но стоит обратить внимание, в первую очередь, на реакцию рынков. Она была первая, активная, спекулятивная. Это означает о первых реакциях участников рынка, что является, в принципе, предвестником будущих изменений. Но первая реакция была, соответственно, существенная и говорит о изменении баланса сил на финансовых рынках, что выливается в изменение котировок мировых валют. Также было достаточно существенное укрепление фунта стерлингов, который также падал в последнее время. Но по отношению к доллару он укрепился. Данное укрепление составило 180 пунктов, более скромное, чем у европейской валюты. Тем не менее, полтора процентный рост для такой сильной и стабильной валюты является достаточно существенным, особенно в преддверии по результатам прошлой волатильности британской валюты. Если мы говорили о валютах, по отношению к которым упал американский доллар, стоит отметить также и, скажем так, побочный ущерб для других валют, которые связаны с американской экономикой. В первую очередь, это ближайшие ее соседи. Это Мексика, безусловно, и Канада. На данном графике можно увидеть изменения котировок мексиканского РПС. То есть, данная валюта и сама по себе была очень активна во время предвыборной гонки и является одним из основных партнеров Соединенных Штатов Америки, торговых партнеров. Тем не менее, при всем том, что произошло ослабление доллара, это повлияет, в принципе, и в будущем на экономику, ближайшую южную экономику, южного соседа Соединенных Штатов Америки, которая очень сильно зависит от рынка капитала Соединенных Штатов Америки. А также есть и определенная динамика в том плане, что производственные мощности так или иначе Соединенные Штаты переносятся в соседние страны с более дешевой рабочей силой, что, безусловно, падение в данном случае национальной валюты негативно отразится на экономике южного соседа. Безусловно, есть тот факт, что Дональд Трамп сам агрессивно очень отзывался о южном соседе и о его намерениях построить стену, что так или иначе приводило к волатильности на рынке данной валюты и, безусловно, будет иметь свои социально-экономические эффекты в этой стране. Северный сосед, а точнее его валюта, пострадала чуть меньше. Тем не менее, рост котировок первых, первый рост стоял 260 пунктов, что примерно составляет 2%. Если в сравнении с американским долларом даже столь стабильная валюта, столь крепкая экономика, как экономика Канады, является небольшим 2% рост, если посмотреть в отношении с евро, падение канадской валюты было более серьезным. Это обосновано тем, что котировки самой европейской валюты не столь изменились во время выхода данных, в то время как американский доллар сам слабел и ослабление канадской валюты было еще больше. Тем самым, в сравнении с более стабильной валютой, как европейская, канадский доллар, можно сказать, просел на 4,7% волатильность, которую, в принципе, можно было наблюдать лишь в первый год финансового кризиса 2008 года. Если мы наблюдали здесь ослабление позиций в основном валют, как в Соединенных Штатах, так и их соседей, то, безусловно, были валюты, которые крепчали, а также инструменты. В первую очередь стоит отметить инструменты, которые для инвесторов, для больших крупных игроков на финансовом рынке представляют некий тихую гавень. Это инструмент, куда вкладываются большая часть крупных игроков в случае появления некой неопределенности на финансовых рынках. Среди таких, в первую очередь, стоит назвать, это золото, безусловно, это швейцарский франк, достаточно стабильная валюта за последние 40 лет, и японская иена, которая также считается тихой гаванью для инвесторов. И котировки всех данных инструментов существенно изменились во время публикации данных. Так, увеличение стоимости тройской унции золота стояло 70 долларов или 5,5%. Один из наиболее существенных изменений на рынке в день публикации данных. Также изменение франка швейцарского привело к укреплению самой валюты, или на данной графике мы можем видеть падение доллара по отношению к швейцарскому франку на 280 пунктов. Что является, в принципе, изменением на 2,9%, также существенным для столь стабильной валютной пары. Говоря также о японской иене, само падение было 400 пунктов. Под пунктом стоит понимать минимальные изменения цены. И данное изменение больше, скажем так, понятно для игроков, для участников финансового рынка, но для обычных людей стоит больше воспринимать именно изменение в процентном соотношении, что для крупных валют является достаточно существенным, учитывая многомиллиардные торговые обороты между данными странами. Стоит обратить внимание также на то, что будущие неопределенности, связанные с долларом США, в первую очередь проявились во время третьих телегибатов между участниками предвыборной гонки. Оба кандидата пришли к выводу, что изменение госдолга, которое является достаточно существенной и больной темой для большинства экономик, ситуация в Соединенных Штатах Америки не лучше. И на данный момент, как можем увидеть на данном графике, в 2016 году оценивается примерно 19 триллионов американских долларов. Программа, предложенная Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, в принципе не предполагали какого-либо изменения в госдолге США в плане сокращения данного значения. Тем не менее, каждый из кандидатов поделился своим взглядом по поводу того, как можно уменьшить темпы роста. Стоит отметить, что данный график является оценкой независимой некоммерческой организации, которая с английского переводится как комитет за ответственный федеральный бюджет. Было подсчитано о динамике роста согласно фискальной политике, внутренней политике Хиллари Клинтон. Но здесь, на данном графике, уже ввиду победы Дональда Трампа, стоит отметить, что его предложение, в первую очередь, сокращение налогов Соединенных Штатов Америки для как физических лиц, так и для бизнесов. Также его предложение о сокращении расходов в медицинском секторе. Дональд Трамп является давним противником медицинской программы Барака Обама под названием «Обама Кер», которая предполагала собой попытку большему числу населения, которое оставалось без медицинской страховки, предложить, скажем так, льготные условия. Тем не менее, это вызвало достаточно существенную нагрузку на бюджет Соединенных Штатов Америки, госдолг которых и так является достаточно сильной преградой в стабильности. И также стоит отметить тот факт, что не исключено и увеличение расходов со стороны государства на оборону в данном случае. В первую очередь, это можно объяснить, как протекционистское движение, скажем так, не движение, а намерен Дональда Трампа. Также были выражены его мысли по поводу возможного выхода в случае его избрания из НАТО по той простой причине, что Соединенные Штаты Америки именно до этого момента несли большую финансовую нагрузку на все операции военных. Но здесь стоит обратить внимание именно на нагрузку на бюджет. Она увеличивается, тем самым, в принципе, за 10 лет, как было прогнозировано, возможно, удвоение госдолга Соединенных Штатов Америки по причине именно уменьшения доходов в казну государства, да, и также сокращения некоторых льгот, которые, в принципе, приводят хотя к увеличению бюджета, но, тем не менее, не компенсируют общий рост как госдолга, так и самого дохода в казну Соединенных Штатов Америки. Такая вот ситуация с госдолгом Соединенных Штатов Америки на данный момент. Я бы добавил, что сама по себе экономическая политика Дональда Трампа, которую он подразумевает, может серьезно изменить деловые отношения Америки с остальным миром на десятилетия вперед. В принципе, это связано именно с предположением выхода Соединенных Штатов из торговых соглашений с Канадой, а также торговые соглашения между США и Мексикой. С чем это связано? Исходя уже из сказанного, что данные страны имеют более низкую оплату рабочих, Соединенные Штаты страдают из-за переноса производств именно в эти страны. Дональд Трамп объясняет именно вот этим возрастание безработицы. Ранее он также еще и предсказывал свои желания как обложение налогом и импорт из Мексики, что составляло, по его мнению, около 30% налогобложения, и товары из Китая, налогобложения около 45%, чтобы препятствовать переносу именно производства в эти страны. Что касается в целом американского фондового рынка, в момент выборов индекс Доун Джонс также упал на 1,45%. Стоит отметить, что исходом выборов стоит оптимальным инвестиционным портфелем это инвестбанк Goldman Sachs, это производитель солнечных батарей SolarCity и непосредственно компания Netflix, потому что Дональд Трамп выступает за сетевой нейтралитет. И говоря о товарно-сырьевом рынке, победа Трампа для большинства западных инвесторов является откровенно, скажем так, негативным сценарием. В долгосрочной перспективе победа Трампа может привести к масштабным изменениям американского доллара, то есть ожидается удешевление американского доллара, поскольку, скажем, большая экономика, мировая экономика остается неопределенной. Говоря о золоте, победа Дональда Трампа окажет влияние и на золото. Ожидается увеличение цены на золото до 1400-1500 американских долларов. Что касается нефти, если мы говорим о марке нефти Brent, Brent за последний месяц упала на 12%, поскольку Дональд Трамп поддерживает развитие нефтной промышленности США, он обещает выделить больше площадей для бурения. Это может привести к еще большой пересыщенности рынка и, конечно же, удешевлению цены на нефть. Подводя общие итоги по влиянию данных выборов на мировую экономику, стоит отметить, что еще в начале года мировые аналитические агентства в начале каждого года составляют определенный список наибольших рисков для глобальной безопасности и экономики. Среди них было как и Brexit, который также осуществился, так и избрание Дональда Трампа. Причиной этого, как было сказано, является его достаточно агрессивный подход как внешней политики, так и внутренней политики. Также стоит отметить, что резонанс, который появился в первые часы после выборов, еще только начинает набирать обороты. Безусловно, Дональд Трамп еще не пришел к власти, остается хозяином Белого дома Барак Обама. Тем не менее, следующие воздействия на мировую экономику будут, в принципе, определены решениями, которые с малой долей вероятности будут другими, нежели планировал и обещал своей предвыборной кампанией Дональд Трамп. Влияние будет, безусловно, губально в первую очередь взаимоотношения столь крупной державы, как Китай, также и возможные риски увеличения, как было сказано, от товарных пошлин, увеличение также товарных пошлин с крупной экономикой Канады, который, в принципе, оборот, с которой в 2015 году составлял 663 миллиарда долларов, являлся второй после китайской экономики. Стоит также отметить влияние на Тихоокеанские страны и также те, которые входят в Транс-Тихоокеанское соглашение по свободной торговле. Есть, допустим, соглашение свободной торговли с Австралией, которое, в принципе, уже действует около 10 лет, и Соединенные Штаты Америки для данной страны является крупным партнером, но также стоит отметить и крупные вливания инвестиций, которые, в принципе, на 2015 год составили 758 миллиардов долларов как общее количество инвестиций в стране, которые составили 27% от общего объема иностранных инвестиций в экономику Австралии. Все это также будет, схожие ситуации находятся и в других странах в плане инвестиций, и любые изменения в политике, изменения вектора приведут к ухудшению отношений с данными державами и, как результат, к негативному влиянию на американский доллар. Благодарим за внимание. Так, если есть вопросы, да, мы готовы выслушать. А что если если Наталья просто популисты и заявлял такие вещи, то, что появились в рубрике? На самом деле, политика не изменится никак, но такое... Да, это хороший вопрос. Здесь стоит обратить внимание именно на прошлое данное, как данные личности. Если кому известно, существуют и книги, написанные им, и также, безусловно, сама его биография говорит о том, что человек, в принципе, своим кредо является, его кредо является сдержать слово. И это, в принципе, обуславливает его успех на рынке недвижимости, где он и стал миллиардером, в свою очередь. Также стоит отметить, что приход на столь высокий пост облагает достаточно серьезной ответственности данного человека не только со стороны безопасности Соединенных Штатов Америки, но также и в лице тех людей, которые его поддерживали. Отвернуться от них, в принципе, является не очень желательным действием, которое не исключено, теоретически, может привести к импичменту. Особенно в случае, если внешняя политика будет существенно угрожать безопасности, внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки. Ситуация, безусловно, трудно сравнивать, но, как можно заметить, неосторожные действия президентов Соединенных Штатов Америки, допустим, того же Никсона, да, и его скандал с Уоттергейтом, в свою очередь, привели к изменению поддержки данного президента, уже будучи на посту Соединенных Штатов Америки достаточно долгий срок, и привели к его к отстранению должности. Это говорит о том, что внутренняя система обосновывается на, в принципе, сдержек и противовесах. То есть изменения, резкие изменения будут иметь последствия, и поэтому Трампу более выгодно следить за своей прежней, прежним направлением в своих решениях или обещаниях, которые он давал. Молдовы, вопрос интересующий всем. Да. То есть, если позволите, то есть, скажем так, экономика Молдова, она является на мировом рынке незначительной, валюта, молдавская валюта, она не является частью торговых, финансовых рынков, именно поэтому, скажем так, выборы в Соединенных Штатах, они маловероятно, что скажутся каким-либо образом на валюте, на нашей валюте. Хотел бы добавить, что также Национальный банк Молдовы, в принципе, придерживается стратегии определенного баланса в своих валютных резервах. И, скажем так, в любом случае успеет отреагировать на какие-то резкие изменения именно в диверсификации между другими валютами, что, в свою очередь, ведет к возможным влияниям на курс американской валюты. И, скажем так, в случае стабильной ситуации в нашей республике в плане экономики, мы более вероятно увидим снижение позиции американского доллара к Молдавскому ленину, но данное снижение будет достаточно ограниченным, так как наша республика остается достаточно открытой в всем ветрам экономическим и имеет достаточно большой, существенный, отрицательный торговый баланс, что, скажем так, не позволяет почувствовать даже теоретическое и ослабление американской валюты в средне-существенной перспективе. Абсолютно. в ситуации, в пиаза финансиаря, воревая динамо в актииуме в каждое интерприндере нам требует в бани и в каждое требует в бани и, скажем так, и, скажем так, Вопрос в том, что вы можете ответить на вопрос? какие акции, особенно компании euro-американы. После того, как у нас появилась стабильность, чтобы увидеть, какие перспективы есть Америка тогда, мы рекомендаем, что компании investят. Facebook, Google, Bank of America и так далее. Благодарим вас за вопросы. Мы за то, что посетили нашу предскомпетенцию. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за просмотр. Спасибо. 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 Спасибо.